друзья приветствую это прямое включение давайте обсудим что происходит и что нам ожидать сегодня до конца дня так но у нас америка сегодня в плюсе штурмует новые максимумы snp нефть немножко подводит нефть проседает но пока видите идет движение в рамках канала это дневной график так ну вот если мы не спустимся не пробьем 61 с половиной то здесь как бы ничего страшного нет обычное коррекционное движение в рамках канала и скорее всего отсюда вот у нас движение если произойдет разворотная формация где-то вот здесь первая цель движения наверх будет 62 25 и следующая цель 62 и 7 вот сюда вот так но если сейчас пойдет пробой вниз то цель движения у нас будет на 61 но я думаю сейчас скорее всего мы будем отскакивать по нефти вверх единственно только завтра отношении завтра сегодня вечером будут данные американского института по поводу недельных запасов нефти тут конечно может там вечером точнее ближе к ночи быть волатильны из-за этого по нефти может быть даже она провалится хотя я думаю это маловероятно скорее всего будет отскок и уход сюда вот вверх 15 30 16 30 будет важная статистика из соединенных штатах число выданных разрешений на строительство и на фоне этой статистике может быть высокая волатильность на рынке в том числе на нашем как бы америка она индуктивно все передает на нас так это то что касается нефти газпром давайте посмотрим что у нас происходит с газпрома так вот газпром здесь сейчас вот нарисовал такую формацию двойное дно видите то есть с этой формации наиболее часто такой вот минимум он переходит движение наверх и первая цель такого движения это 251 и соответственно следом будет возврат вот в этот диапазон 258 263 вот сюда вот это если будет позитив по нефти то есть по америке позитив есть и соответственно этот оказывает хорошее влияние на газпром если посмотреть по сделкам крупных игроков то получается что сегодня с утра газпром достаточно энергично скупают и целенаправленно вот но здесь есть следующий момент если будет пробой вот сюда вот 244 244 с половиной 244 на растущих объемах то вот это восходящее движение которое здесь уже сейчас зарождается она скорее всего будет сломлена и соответственно акция она пойдет вниз так но пятиминутной формации у нас вот пошел отскок здесь вот рисуется фигура треугольник неопределенности и соответственно если сейчас на рынке позитив продолжится нефть начнет разворачиваться наверх то скорее всего от выход из этого треугольника будет наверх ближайшая цель соответственно 249 и 250 вот сюда вот ну и стоп 244 5 если как бы уходим сюда то это получается слом вот этой растущей формации двойное дно и как минимум будет возврат консолидационный диапазон который находится ниже там вот вот но глобально как бы здесь я думаю наиболее вероятный сценарий это рост по газпрому сегодня но здесь фактор x это нефть и вот эти данные по америке разрешениях выданных на строительство то есть если будет негатив то конечно наверно сломают и уведут его куда-то сюда вниз по 244 5 так следующая наша бумажка это сбер так сбербанк давайте посмотрим что у нас происходит так мы вначале дневной график ну вот мы находимся вот в этой консолидации сегодня немножко поросли так то что касается действий крупных игроков ну да его достаточно энергично крупные игроки сегодня подбирают скупают то есть обычно такие действия они совершаются когда в ближайшее время будет рост потому что как бы smart money крупняк они всегда наперед чаще всего знают какие будут позитивные события так если смотреть часовой график у нас вот здесь заминочка выходит то что он пытается развернуться и вернуться вот в нижнюю часть вот этой проторговки вот сюда вот на 237 но здесь вот у нас фактор неизвестности это нефть должна развернуться но может не развернуться продолжить снижаться там на 61 тогда да тогда скорее всего будет уход 235 и 7 и ниже вот но если не в час развернется и по америке стата будет позитивная и соответственно снп продолжит на хаях оставаться то скорее всего от либо здесь вот этот формации разворотной сломается и он пойдет сначала 241 и один вот это перехать делать и соответственно если здесь будет пробой то он уйдет на 242 и 3 вот сюда вот так давайте еще 5 минуточку посмотрим что там у нас происходит так то что касается 5 минутки ну да по 5 минутки здесь конечно напрашивается какая-то корректировку на 238 и 1 и соответственно после этой корректировки или даже не доходя до нее вот с этого уровня 238 и 6 если здесь вот это движение локальный даун тренд закроется здесь будет разворотной формации или проторговка то соответственно пойдет наверх и у нас сейчас как бы получается неизвестный это нефть должна развернуться и статистика по америке которую 15-16-30 выйдет по разрешению на строительство домов в целом как бы здесь больше факторов на то что либо будет небольшая корректировка и он уйдет вверх сюда либо вот эта свечка она как бы закроется виде консолидационного диапазона то есть она ниже не пойдет так и закроется либо отрастет и после этого скорее всего уход наверх вот но в любом случае надо не забывать о рисках и стопах я тейк профитах так это сбербанк дальше у нас следующая бумажка давайте посмотрим яндекс по яндекс у нас много интересного но здесь сразу бы я хотел поставить недельный график но вообще вот видите провал уже как бы с лето пошла игра внесли законопроект потом вы приотпустили потом его ужесточили но вообще в развитых странах расследование по таким делам проводят вот и к ответственности за это привлекают вот но у нас своя песочница свои как бы дела происходит и поэтому такие вот движения они вполне как бы протекают в нормальном режиме ну что я хотел заметить он вернулся от в тот диапазон где он торговался до этого на хаях вот сюда вот ну говорить о том что будет какой-то рост дальше свыше двух пятисот я бы не стал вот ну если опять же появится какой-то драйвер какая-то новость то может быть он и будет расти но здесь сами видите какие политические риски то есть любой момент могут что-то начать рассматривать очередное законодательство и бумажка сыпанется и пойдет она на 700 в этом случае вполне возможно так но если дневной график смотреть что у нас получается возврат вот в эту проторгованную область вот ну и если не будет никаких драйверов негативных или позитивных она по крайней мере пока вот здесь будет удерживаться сегодня с утра крупные игроки собирали яндекс вот но потом правда он начал корректироваться ну а с другой стороны как бы такой скачок такой рывок конечно будет корректироваться и потом как будут видите здесь остался разрыв гэп вот и здесь есть определенная цель у него на 2 300 который он не закрыл вот плюс у него сохраняется цель на 2173 2170 вот здесь вот вот и поэтому бумажка она вполне может отсюда прогуляться на 2 300 и 2170 и даже вот она здесь не отторговал 1930 поэтому внутри дня если рассматривать бумажка конечно очень интересная ходит она будь здоров просто скачет как резвый скакун вот но опять же вот здесь у нас получается рост вот здесь вот уперлась в сильный уровень отскочила вот и сейчас вот идет судя по всему накопление позиций но в любом случае здесь вот цель выше 2550 она пока не просматривается то есть может быть конечно возврат на уровень который ранее был 2679 вот этот двойной пик если она его пробьет на растущих объемах тогда она улетит куда-то наверх но здесь должен быть драйвер пока как год драйвер о том что убрали вот этот законопроект на основании там формирования какого-то национального фонда и так далее это уже отыграна то есть ее вернули в этот диапазон вопрос в том что будет дальше то есть скорее всего дальше по крайней мере в течение там одного двух трех дней наверное она где-то так вот и будет торговаться там 2400 2500 но если будут какие-то новости то ее будут то есть она влатильно она показала что очень может сильно двигаться потому что новости на нее влияют и если рассматривать внутри дня сейчас вот видите рисуется треугольничек в принципе ее конечно можно покупать я так думаю ну не знаю я бы вот в эту акцию лезь бы конечно не стал я были сюда не стал но я вот вижу здесь такие цели что если если бы я ее вот здесь вот где-то покупал в этом диапазоне я бы ждал что она будет двигаться вот сюда и чтобы поставил где-то бы вот здесь 2490 вот но опять же бумажка такая она очень очень с одной стороны энергичность другой страны видите как она прыгает то есть и мне кажется лучше не переносить через ночь потому что может это к убыткам привести так дорогие друзья но это все ключевые бумажки мы рассмотрели спасибо за внимание всего самого лучшего